В равноведренном треугольнике АВС нам нужно найти боковую сторону АС, причем основание АВ равно 4,8, а синус угла А равен 0,28. Синус угла А можно выразить через элементы прямоугольного треугольника, но в нашем случае еще нет никакого прямоугольного треугольника. Давайте нарисуем высоту CH. Тогда у нас появился прямоугольный треугольник АСH. В этом прямоугольном треугольнике синус угла А можно выразить через его элементы. А именно, синус угла А будет равен противолежащий катет, то есть CH, делить на гипотенозу, то есть АС. Посмотрим на эту формулу. Синус угла А мы знаем, АС нам нужно найти, АСH мы не знаем. Это вообще отрезок, который мы только что дорисовали. И вероятность того, что мы его найдем, очень маленькая. Поэтому давайте воспользуемся чем-нибудь другим. Напишем, например, косинус угла А. Давайте вспомним, чему он равен. Косинус угла А равен отношению прилежащего катета, то есть АН. Гипотенузе АС. В этом соотношении АС мы не знаем, но мы можем найти АН и мы можем найти косинус угла А. Как мы это сделаем? Давайте для начала найдем АН. Высота CH в равнометренном треугольнике является и медианой, поэтому отрезок АН равен отрезку HB. Ну или по-другому можно сказать, что отрезок АН равен половине целого отрезка АБ, то есть 1 вторая умножить на АБ. Подставим данные из условия. Получается, что АН равно 2,4. Найдем теперь косинус угла А. Для этого воспользуемся основным тригонометрическим тождеством. Синус квадрат А плюс косинус квадрат А дает единицу. Из этого тождества можно вывести, что косинус угла А равен корню квадратному из 1 минус синус квадрат А. Синус мы знаем, поэтому и косинус мы можем найти. Подставим синус из условия. Получается косинус угла А равен... И если вычислить, то получается 0,96. Таким образом, мы нашли косинус и мы нашли АН. Подставим их в наше выражение. Получается. Решая это уравнение, найдем, что АС равно 2,5. И это и есть ответ задачи. Решая лодка. Решая лодка. Продолжение следует...